Санкции со стороны западных стран, экономические последствия для России, ограничения на работу платежных систем, отключение от SWIFT и волатильность курса рубля. Как события последних недель в действительности сказались на банковском секторе страны, чего следует ожидать клиентам банков и каким станет будущее кредитных организаций, узнаем у руководителя филиала банка открытия в Пермском крае Валентина Жильцова. Валентина Юрьевна, здравствуйте. Спасибо, что нашли время в вашем плотном графике посетить нашу студию. Что произошло за последние пару недель в банковском секторе? Как это все отразилось в первую очередь на вас? Ваши первые эмоции и ощущения от происходящего? Ну, безусловно, это было неожиданно, поскольку большой объем поэтапно вводимых санкций, под которые попала банковская и финансовая система страны, она создала определенную панику и в первую очередь в логичной цепочке панику у населения и у физических лиц. Поэтому, безусловно, первые эмоции работы у вкладчиков, у пользователей любых банковских продуктов, они были очень хаотичны и разнообразны. И буквально там первые 10 дней приходилось уделять время в первую очередь работе с банковскими системами, с программным обеспечением и адаптироваться фактически в режиме изменяющихся каждый час условий, поскольку теперь это уже кажется далеким прошлым из-за массово возникающих событий. Но каждый час выходили какие-то новые ограничения, новые меры. И для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу банков в те режимы, в которые предусмотрены часами посещения, очень многие вещи, доработки и реакцию банков на возникающие ограничения приходилось выстраивать ночью. Санкции затронули 78% банковского сектора страны. А вот финансовые организации, они просчитывали вообще, что возможно когда-либо такая ситуация и могли каким-то образом минимизировать последствия? Я, мне, конечно, сложно отвечать за... Конечно, мы сейчас исключительно... Но, скажем так, банкиры всегда рассчитывают стресс-сценарий разных явлений, политических, экономических, внешнеторговых. Поэтому при работе, если мы говорим при работе с предприятиями, если мы говорим о работе с физическими лицами, это, безусловно, заложено и всегда отражается в процентах, да, и кредитного риска, в процентах депозитных операций, в отраслях, которые банк активно финансирует в какой-то период, в какой-то не очень, да. То есть, безусловно, банк это организация, которая должна соблюдать определенные меры риска. Безусловно, в нашей относительно молодой стране уже был пережит не один, финансово-экономический кризис, да, и у банков накопился достаточный опыт реагирования на ряд форс-мажорных ситуаций. Безусловно, это то, с чего вы начали беспрецедентное, да, и меры, и санкции, на которые, ну, наверное, нет, мы не были готовы вот в том режиме, в котором, не забывайте, мы с вами сидим, они продолжаются с точки зрения риска возможных ограничений, отключений и реакций дальнейших. Давайте вот подробнее о рисках, в частности, вот отключение банков от SWIFT, прекращение поддержки платежных систем Visa, MasterCard. Как они, собственно, повлияли и могут ли повлиять на повседневную жизнь людей? Ну, на текущий момент эти ограничения, они синхронизированы в том числе с ограничением нашей страны от возможности доступа к ряду стран, да, возможности передвижения. Безусловно, все, что касается ситуации внутри России, это не повлияло. То есть посмотрите, как банкиры достаточно оперативно перестроились, как продлили срок действия карт, несмотря на то, что отражено там в вашем, в моем пластике, да, срок действия заканчивается в 23-24 году, но карты продолжают действовать до там ряда банков от 8 до 10 лет. В принципе, это дает возможность внутренней оплаты в стране, где все привыкли уже оплачивать телефоном и часами. Людям тоже пришлось вспомнить, где лежат их карты и какие пин-коды на этих картах содержатся, и ценность пластика, и необходимость этого пластика, да, вдруг резко возросла. И сейчас мы работаем на большой объем выпуска пластиковых карт, хотя в большей части карты уже все-таки выпускались виртуально и цеплялись напрямую в личные кабинеты. То же самое касается личных кабинетов, да, тоже, наверное, обратили внимание на то, что часть мобильных банков какое-то время сбоила, какое-то время была недоступна, у некоторых банков, в принципе, пропала, да, из системы, из возможности доступа в App Store, да, в Google Store. Это, конечно, было связано и с огромным количеством хакерских атак, и с ужесточением санкций против нашей страны. И, безусловно, с тем, что в программном обеспечении очень большое количество зарубежного программного обеспечения, которое потихоньку начинало выходить из строя в связи с блокировками. И колоссальная работа IT-специалистов была необходима в круглосуточном режиме 24 на 7 для того, чтобы выходящие из строя ПО дорабатывать, да, и подгонять для того, чтобы простое население не чувствовало, да, эти вещи. Потому что когда вы видите происходящее в мире, когда вы там свой доступ к своей зарплате теряете, да, то в голове у вас, конечно, возникают панические вещи. И они вылились в то, что люди пошли снимать наличные. И люди как зомби. Да, у вас в этот момент тоже, да, было, как, собственно, других банков, большие очереди в банкоматы, которые... У нас хорошая сетка по Пермскому краю офисов. Конечно, офисы работали в режиме... Нон-стоп. Видите, это злободневная шутка о том, что коронавирус в нашей стране резко закончился, да. Но это все равно привело к необходимости вывести на работу всех людей, которые в том числе научились и уже прекрасно работали удаленно, да. Мы немножко пересмотрели график отпусков. Вот. И, конечно, первые там шесть дней в рамках офисов психолога, да, банкам пришлось отрабатывать очень много вопросов, которые волновали людей. Сейчас вот с ростом ставок по депозитам растут кредитные ставки, в том числе и займы по бизнесам. Вот сейчас правительство разрабатывает целый ряд мер для поддержки предпринимателей. Есть ли на этот счет какие-то соображения у банка открытия? В принципе, приходится достаточно реактивно реагировать на ситуацию. И если мы говорим о физических лицах, то, безусловно, уже запущен ряд мер, предусматривающих кредитные каникулы. Как в пандемию, собственно, аналогия. Да, они, безусловно, похожи. И, к сожалению, как это ни прискорбно, но пандемия дала опыт, да, сделать по накатанной определенные вещи. Вот. Поэтому мы понимаем с вами, что в условиях там турбулентности заявления ряда зарубежных компаний, ряд людей находятся под риском лишения работы. Вот. Поэтому, безусловно, такие меры необходимы. То же самое касается и предпринимателей, да. Безусловно, наш российский креативный и попадающий под все, что можно, малый бизнес, безусловно, тоже нуждается в поддержке. Поэтому большинство мер, опять же, по примеру, там, двухгодичной давности было запущено на федеральном уровне. Поэтому ряд программ, безусловно, по кредитным каникулам, по льготному финансированию со ставками, там, от 8,5%, запущены на федеральном уровне, запущены, так сказать, котловым методом. То есть к нему большинство банков имеют доступ. И, собственно, первая мера необходимость – оказать поддержку своим действующим клиентам, да. То есть у каждого банка, вот. И, безусловно, на своем уровне внутрибанковском, если мы говорим о банковской группе открытия, тоже применимы практически ко всем АКВЭДам, да. Возможность реструктуризации и отсрочки в условиях этих происходящих событий до полугода. Потому что, ну, вот сейчас ни о какой глобальной стратегии, наверное, финансистам приходит, не приходится говорить, да. Мы живем в режиме тактики. Неплохое, да. Неплохое подобранное слово. Так вот, если подытожить. Каким станет будущее кредитных организаций? Собственно, что ожидать физлицам? Как отразится все это на них? Что, собственно, ваши прогнозы? Ну, здесь, наверное, не стоит все-таки. Мы используем меня как эксперта, да, и как человека, который имеет свое мнение. В данном случае я не могу отвечать за финансовые стратегии всех, да, людей. Касаемо стратегии, конечно, банка открытия. Но если мы, безусловно, говорим о текущем состоянии, то клиенты подуспокоились. Физические лица в первую очередь, потому что вот это хаотичное движение, когда люди сначала начали проверять банкоматы, потом попытались словить максимальные курсы валютные, потом жили в ограничениях комиссий за снятие валюты, теперь в ограничениях, в принципе, валютной массы, которую они могут снять. Потом банки отреагировали повышением ключевой ставки по поднятиям депозитных и кредитных ставок. Клиенты совершили два действия. Сначала переложили всю свою денежную массу, которую изъяли, в депозитные ячейки, потому что психологически достаточно тяжело держать деньги дома, если ты никогда не привык к этому. После этого, когда ставки поднялись, люди перенесли из депозитных ячеек это все на относительно краткосрочные депозиты. Это видно в целом по реакции населения. Они колеблются от месяца в среднем до полугода, есть до года, но это достаточно короткий период времени, потому что ставки тоже, наше с вами сегодняшнее любимое слово, беспрецедентное. И, конечно, такие ставки – это инфляция. Это инфляция, это обесценение определенной российской валюты. И поэтому, безусловно, люди стараются, в том числе и в таком виде, немножко отыграть ставки, заработав определенные деньги. Если мы говорим о секторе экономики и о бизнесе, то, безусловно, наверное, всем потихоньку приходит понимание, насколько важно импортозамещение, насколько важно выстраивать бизнес, и насколько много в этой панике обнаружено того, что в нашей стране еще можно производить, выпускать и продавать. Поэтому, безусловно, наше пермское предпринимательство, если мы говорим о нас, оно более долгосрочно, развивающее свой бизнес, пережившее много, но какие-то элементы патриотизма с точки зрения фастфуда, продаж отечественных препаратов, в том числе производящихся на территории региона, конечно, выходят на первый план. И, конечно, первые мысли наши, как банкиров, что вот этим ребятам станет сейчас, займется определенная ниша. На этих будет спрос, эти могут увеличить производство. А производства, если мы говорим, например, о сельскохозяйственной продукции, его никогда не хватает, потому что посмотрите, как общество привыкло потреблять продукты питания и не отказывать себе в этом. И мы очень часто с клиентами говорим о том, что, покупая продукты в проб, приблизительно половина выбрасывается неиспользованными. И вот эта тема экологии, переработки пластика, в том числе зарубежного, она выходит на первый план, поэтому для нас это такое серьезное время вызова. Конечно, многие клиенты сейчас ищут обходные пути, ожидают определенных цепочек налаживания поставок, где-то напрямую, где-то обходными путями. Где-то, безусловно, у наших клиентов встали валютные контракты, потому что отношения межстрановые выходили на совершенно разный уровень и позволяли людям широко мыслить. А теперь два пути. Либо продолжать нарабатывать какие-то связи и нести внешнеэкономические риски, и ориентироваться по текущей ситуации, либо с головой уходить в то, что нам нужно много разнообразных видов продукции для потребления в рамках нашей страны. Будем обязательно следить за этой историей. Я думаю, мы не раз еще с вами встретимся в этой студии и будем обсуждать все эти события, последствия. Я напомню, у нас в студии была Валентина Жильцова, управляющая банком открытия в Пермском крае. Мы говорили о том, чего следует ожидать клиентам банков и каким станет будущее кредитных организаций страны. Большое вам спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok